Услуга по самовыкупам, как это делаем мы, без нужды отправлять ваш товар, то есть он остается у вас на складе. В этом весь прикол нашей услуги. Самовыкупы делают абсолютно все, но вы должны отправлять товар, и он повреждается, плюс расходы, вы должны упаковать его, потратить какой-то упаковочный материал, наклеить наклейку, отвезти его на ПВЗ. И самое геморройное, потом кто-то, ваш курьер или вы, должны по этим ПВЗ ездить и забирать. В нашем случае мы не едем никуда, вы не едете никуда. При этом вы экономите все эти деньги, вы экономите время, и вы повышаетесь в выдаче быстрее, потому что скорость доставки товара намного быстрее, то есть это я сейчас объясню попозже, как работает эта схема, но вы получаете, с одной стороны, экономию, ваш товар не повреждается, вы платите меньше комиссию в Wildberries, потому что, кто не знает, из-за скорости доставки, чем быстрее вы доставляете товары по системе ФБЗ, вы платите меньше комиссию. Дальше. Соответственно, ваш товар ранжируется быстрее и так далее. Поехали. Я вам сейчас схематично объясню, как все это дело на самом деле работает. Итак, так как это видео, ты в любой момент можешь поставить на паузу, переварить эту информацию, но я думаю, что будет все очень понятно, потому что мы полностью нарисовали всю схему, как работает самовыкуп. Если ты напишешь мне в группу, группа, где мы принимаем заявки, это наша группа в ВК, наше сообщество, пишите прямо в сообщении, вот здесь показываю скриншот, пишите в сообщении, вам ответит там менеджер, и дальше уже завяжется вся, скинут вам бриф, о котором я сейчас поговорю. Короче, для того, чтобы поставить заявку, внизу ссылка на ВК сообщества, переходишь и пишешь, что хочешь сделать, самовыкупы через нашу систему. Как это происходит, что от тебя нужно и как это будет работать? Это карточка товара, это твоя карточка товара, которую ты хочешь продвигать. Давайте я сначала расскажу для тех, кто вообще не понимает, зачем делать самовыкупы. Самовыкупы делаются для достижения двух целей. Первое, банально оставить отзывы, ну это такое меньшее из нужд, как бы оставить отзывы, в принципе, если они не в большом количестве, то можете сделать сами там с разных аккаунтов 5-10 выкупов и написать эти отзывы. Ну условно, если вы хотите через нас делать, неважно, мы тоже можем их сделать. То есть на каждый выкуп, который мы делаем, мы можем написать дополнительно отзывы. Это первая задача, да, допустим, вам конкуренты постоянно оставляют плохие отзывы, или клиенты оставили плохие отзывы. Вы можете сделать 20 выкупов и оставить 10, допустим, отзывов через нас. Раньше система по отзывам работала примерно в пропорциях 10% относительно продаж. То есть продали на 100 штук, то мы можем оставить примерно 10 отзывов. Сейчас же проходят все отзывы 100%. Не знаю, до какого времени это будет работать, может навсегда, может нет, но сейчас, короче, можно 10 из 10 отзывов оставлять. Вот, это первый случай, когда вы хотите оставить отзывы. Второй случай, самый главный, это когда вы хотите продвигать свою карточку. Объясняю для тех, кто вообще не понимает. Для того, чтобы продвигать карточку, помимо многих факторов ранжирования, о которых мы не будем сегодня говорить, один из главных факторов – это выкупы, это сумма, на которую купили ваш товар. Вот для того, чтобы накрутить этот показатель, вы делаете для себя выкупы, для того, чтобы продвигаться. А продвигаться вы будете по определенному ключевому запросу. То есть вы, допустим, если продаете, там, не знаю, стул, то вы будете продвигаться по какому-то ключевому запросу. Там стул, стул из дерева, деревянный стул, стул черный, барный стул и так далее. Вот этот ключевой запрос, вы будете на него делать выкупы. Теперь вы определились, для чего вы делаете выкупы, для того, чтобы продвинуть свой товар. Пишите нам, и вот ваша карточка, да. Допустим, вы продаете, пусть будут шорты какие-то, вы продаете шорты. У вас, у вашей карточки есть артикул, который на ВВ указан, правильно? Вот здесь, прямо наверху, есть артикул ВВ. И цена. Цена розничная, по которой вы выставили до, без всяких скидок. Вот вы выставили цену, я имею в виду не завышенную цену, а которую уже, то есть вы выставили цену, там, допустим, 2000 рублей, ее перечеркнули и сделали скидку, там, 50%, и она теперь стоит 1000 рублей. Вот эту 1000 рублей, это два момента, которые вам нужны. Артикул и сумма. Что вы делаете? Мы в ВК скидываем вам наш бриф. Это очень простой экселевский файл, в котором первая колонка будет артикул, чтобы вы указали ваш артикул, ну, может, у вас 20 артикулов. Вы указываете в столбик артикулы, на которые нужно сделать выкупы. Дальше, во второй колонке вы указываете, сколько нужно сделать выкупов, и скидываете этот бриф обратно нам. По этому брифу, в зависимости, сколько вы хотите сделать выкупов, какое количество, и какая цена установлена, давайте для простоты возьмем, что вам нужен один выкуп, и ваш товар стоит 1000 рублей. Значит, мы возьмем ваш заполненный бриф, просчитаем, сколько денег вы должны нам перевести. Объясняю для тех, кто многими описал, не понимают, для чего нужно переводить деньги. Выкуп, да, он товар ваш не поедет, но выкуп настоящий, реальный, сделан аккаунтом реальным, через личный кабинет. Этот товар оплачен, и эти деньги придут к вам в личный кабинет, вы их увидите сегодня же, увидите заказ. Кто-то же должен оплатить этот товар, ну подумайте. Просто мне пишут люди, типа, а зачем мы вам должны переводить деньги? Ну а кто будет покупать? Я за свой счет буду оплачивать ваш товар? Глупо же. Вы продаете шорты за 1000 рублей. Значит, я считаю, что вы мне должны перевести 1000 рублей на стоимость вашего товара, и 100 рублей за наши услуги. 100 рублей это стоимость нашего одного выкупа. 100 рублей это если вы делаете выкупы до 20 штук. После 20 штук стоимость одного выкупа 75 рублей. Всего 75 рублей, потому что столько стоит в любом нормальном сервисе. То есть представьте, мы вам делаем выкупы своими ручками, все это без нужды отправлять товар, вы экономите кучу денег, и это по стоимости обычного просто сервиса 75 рублей, один выкуп. Но в данном случае, так как вы заказали один выкуп, мы берем с вас 1000 рублей, это для того, чтобы оплатить ваш же товар, и 100 рублей нам за наши услуги. Вам скидывается номер карты, вы переводите 1100. Что делаем мы дальше? Мы создаем выкуп. Это уже наши делают менеджеры, своими ручками, мы тратим время, создаем правильно выкуп. В том же брифе вы заполните, по какому ключевому запросу нужно будет делать выкуп. В данном случае, там, не знаю, шорты мужские, допустим. Соответственно, мы создадим один выкуп с ключевым запросом шорты мужские. Дальше. Мы его оплатим. Купим, оплатим вот эти одни шорты ваши. Так как эта система вся возможна только при условии ФБС. Если ты не знаешь, что такое ФБС, ФБО, сначала иди определись с этим, потом вернешься к этому ролику. ФБС это когда ты работаешь со своего склада. Поэтому, логично, мы же не имеем доступа к товару, который уже на ФБО. По ФБО мы можем с вами, если вам уж очень много надо выкупов, и вы работаете только по ФБО, так же напишите нам. Мы, в принципе, делаем такие выкупы, но они намного дороже, потому что нужно отправлять курьера, нужно их забирать и так далее. Но, если вы хотите воспользоваться без отправки товара, это только по ФБС. Только по ФБС. Те, кто знают, что такое ФБС, понимают, что после того, как мы оплатим товар, вам в личном кабинет упадет этот заказ. Упадет к вам в личный кабинет. Дальше. После того, как вы увидите этот заказ, как вы определите, это выкуп или это настоящий заказ? Мы, когда создаем, вот на этом этапе создаем выкуп, мы вам скидываем адрес, на который упадет выкуп. Что касательно адресов. Еще один из плюсов огромных делать это через нас. Мы будем делать выкупы. Ну, на данный момент на 30 разных ПВЗ в 27 разных городах. Вы понимаете, насколько это клево? То есть мы будем имитировать по-настоящему масштабные выкупы. То есть это будет в разные регионы, в разные города, в разные ПВЗ, выдаваться в разные дни и так далее, и так далее. Не будет такого, что Москва 100 выкупов на 1 ПВЗ, Питер 100 выкупов на 1 ПВЗ. Это очень палевно, это делают все. Прикол наш, помимо всего, что я рассказал, в том, что у нас еще и 30 разных городов, и эта сеть уже расширяется. Мы уже и в Минске. Скоро будет у нас 5 ПВЗ. И сеть постоянно разрастается. Поэтому у нас есть возможность делать на разные города, разные ПВЗ. Поэтому здесь, на этом этапе, я вам скину адрес, на который был создан этот выкуп. Там, условно, Воронеж, улица такая. И вы будете знать, что когда придет заказ с этим адресом, это будет выкуп. В этот момент вы должны сделать следующее. Сейчас я прерву это свое вещание и покажу вам на компьютере, как я это делаю, что вы должны после этого скинуть. Вы мне должны скинуть ID поставки, ID поставки и один экселевский файл. Показываю, где их взять. Итак, мой юный друг, после того, как мы создали тебе заказ и скинули тебе адрес, через какое-то время ты увидишь у себя в заказе в системе Marketplace. Это и есть FBS. Заходишь в Marketplace, сборочные задания. И вот здесь, где новые, упадет заказ. Вот, видишь, куда доставить. Здесь будет адрес, который мы тебе скинули. То есть таким образом ты поймешь, что это выкуп. Что делаешь ты? Ты выбираешь только выкупы. То есть если у тебя 10 выкупов будет в день, адреса, которые упадут наши, ты их выбираешь, только их, и передаешь в доставку. Нажимаешь добавить к сборке. После того, как ты нажимаешь добавить к сборке, товары перейдут во вкладку на сборке. Что делаешь ты после того, как товары упали на сборку? Я просто делать сейчас этого не буду, потому что это у нас определенная система. Мы в конце дня это делаем. Эти товары перейдут, соответственно, сюда. Здесь ты нажимаешь просто три этапа. Нажимаешь создать поставку. Кнопочка раз. Создать поставку. Дальше. Распечатать этикетки. Бам. Нажал тоже. Обязательно нажимаем второй этап. И потом печатаем мне, скидываем вот этот идентификатор поставки. На него нажимаем. Вот видите, он появится вот так. Если вы все правильно сделали, то у вас будет штрих-код вот этот, и внизу будут идти заказы. Как раз таки, вот если мы сделали 10 выкупов, то вы увидите все 10 выкупов здесь. Это вы все сделали правильно. Нажимаете на кнопочку здесь скачать. Скачиваете файл, PDF-файл. Ни фотографию корявую, ни скрин. PDF-файл. После этого все заказы перейдут в собранные. Вот сюда. Нажимаем последним этапом вот на вот эту вот кнопочку. Выгрузить в Excel. Просто выгрузить в Excel. На всякий случай ставьте несколько дней, там день, два, три, неважно. Задним числом, да. Ну, это в том числе, если мы делаем много выкупов, может быть такое, что вчерашний, позавчерашний, только сегодня будут там отправлены. Короче, ставите за пару дней и нажимаете выгрузить в Excel. Для чего это делается? Для того, чтобы мы смогли взять, вот в этом файле есть просто сразу две вещи, которые нам нужны. Есть штрих-код каждого заказа, вот каждого. И адреса, список адресов. То есть мы понимаем, что вот этот штрих-код был отправлен сюда. Вот этот штрих-код был отправлен сюда. И сделаем свою работу. То есть можем уже дальше поставить на приход. Все. От вас требуется только вот это. Оплатить, то есть перевести деньги. После того, как заказы упадут сюда, сделать вот эти телодвижения. И это нужно делать каждый день. То есть если мы делаем каждый день выкупы, то в конце каждого дня вы нам скидываете идентификатор поставки и вот этот экселевский файл. Все. Дальше. После того, как ты сгенерировал ID поставки, сгенерировал вот этот экселевский файл, скинул их нам в чат туда же, в переписку в группу ВКонтакте, остается всего два последних этапа. В этот же день, в этот же день, на нашем ПВЗ, на который был создан этот выкуп, в том же Воронеже, происходит прием этого товара, считывание штрих-кода. В этот момент у тебя остановится, будет написано, отсканирован штрих-код на ПВЗ, будет остановлен счетчик, то есть по сути товар уже прибыл, то есть ты его уже привез. Соответственно, у тебя вырастает сразу скорость доставки. Ты будешь привозить все время вовремя, все время быстро, благоприятно сказывается на карточке, на продвижении, на комиссии ВБ. Соответственно, мы приняли твою поставку, а завтра, можем послезавтра, если у тебя есть какие-то предпочтения, нам все равно. Но в среднем мы делаем так. Сегодня мы принимаем, а завтра приходит клиент и забирает. То есть мы делаем выдачу клиенту твоего товара, и в этот момент твой выкуп переходит в ставку, там доставлено, у него статус меняется, выдано или доставлено, я уже не помню. Здесь поставлю скриншот. В этот момент уже все, деньги тебе там упадут в следующем отчете, ты уже получишь эти деньги. Все, выкуп полностью завершен, весь цикл пройден. Вот такая несложная схема. При этом ты нигде, ты товар не должен отправлять. Ты только скинешь мне вот здесь, ID поставки и экселевский файл. И мы сделаем все этапы те же самые, все то же самое. Это не DBS. Не нужно путать с DBS. Вся схема обычная, ФБСная, обычная. Все ровно так же, как и было. Только товар физически никуда не поедет. И ты понимаешь, да, какой это плюс, я говорил в начале, ну и так понятно, что это мега круто. Поэтому всех призываю, все приходите. Пожалуйста, 1, 2, 3 выкупа только ради теста. Мы их делать не будем, нам это неинтересно, мы ничего не зарабатываем. И поэтому для вас все это будет стоить всего 75 рублей. Заказывайте оптом, будем общаться. ссылка, где, куда писать, ВКонтакте, в описании. Пишем, заходим в группу, подписываемся на наше сообщество, там еще, помимо всего, интересные новости публикуются. И прям в сообщении пишите, привет, хочу сделать выкупы. Всем спасибо за просмотр, также ставим лайк, и надо запушить этот ролик куда-нибудь вверх. Всем спасибо, до новых встреч.